Дворец Юсуповых на Мойке, памятник истории и культуры федерального значения, в настоящее время является дворцом культуры работников просвещения. История уже на первых картах Петербурга на этом месте находился деревянный дворец, в те времена небольшой и усадьба царевны Прасковья Ивановны. В 1726 году имение было подарено царевной Семеновскому полку, пребывавшему там до 1742 года, далее оно было куплено генералом П. и Шуваловым, влиятельным вельможей при Елизавете Петровне, на гравюрием, и Махаева, вид от Крюкова канала вверх по реке Мойке с изображением дворца П. и Шувалова. Рядом с дворцом Шувалова на картине заметно двухэтажное строение будущего Юсуповского дворца. В 1770 году началось строительство современного здания дворца по проекту Жана Батистова Ален Деламота для графа Андрея Петровича Шувалова. Вель дворца существенно отличался от современного. В боковых резалитах было лишь по два этажа. Со стороны Мойки находилась въездная арка, ведущая во двор. Главный вход во дворец был со двора. В неизмененном виде с тех времен сохранились триумфальные ворота арка и ограда 7-метровой высоты с классической колоннадой. В 1789 году после смерти Шувалова дом перешел к его дочери Александре и сыну Павлу. В 1795 году Екатерина II выкупила усадьбу в казну и подарила ее племяннице Г. Потемкина графиня Ава Броницкой, в то время ее близкой подруге. В 1830 году дворец был приобретен Борисом Николаевичем Юсуповым за 250 тысяч рублей ассигнациями у предшествующей хозяйки преклонного возраста со всеми к тому принадлежностями, какие на лицо находятся. С тех пор до 1917 года дворцом владели пять поколений князей Юсуповых. Дворец стал известен как «дворец Юсуповых», хотя и был только одним из 57 дворцов в России, которые им принадлежали. Существенная перестройка была проведена с 1830 по 1838 годы. Боковые резолиты стали трехэтажными. Новый корпус с белоколонным залом был возведен с восточной стороны. Плигеля были соединены и в них устроены картинные галереи домашней. Театр в стиле барокко, построены новые оранжереи и садовый павильон. Был разбит сад, устроена парадная лестница со стороны мойки. Созданный танцевальный зал, зеленая императорская и синяя гостиная. В ходе перестройки над интерьерами работали итальянские мастера, в том числе Авиги и Б. Медичи. В 1832-1834 годах архитектор Михайлов также расширил дворец пристройкой вдоль восточной стороны еще одного корпуса, вместившего пять залов и театр. В 1881 году архитектор Ада Шиллинг построил при дворце Покровскую церковь. В 1890-1916 произведена внутренняя большая реставрация дворца под руководством архитектора А. Степанова. В начале 1890-х годов во дворце были проведены электричество, канализация и водопровод. Центральное отопление перестроен театр и создана мавританская гостиная. В 1914 году были созданы большая гостиная, большой зал, столовая убийства Распутина. В ночь на 17 декабря 1916 года во дворце был убит Распутин. Князь Феликс Юсупов был сослан в свое имение ракитное за участие в сговоре с целью убийства, а дворец был передан доверенным лицам. В советский период во дворце разместились шведское, немецкое консульство и комиссия по обмену военнопленными. В 1918 году дворец Боноц анализирован и в нем открыт историко-бытовой музей с картинной галереей. Первый дворец был упомянут как памятник архитектуры и искусства 22 января 1919 года А. В. Начарским. В 1925 году дворец был передан работникам просвещения. После закрытия музея много ценностей было утрачено, но большая часть картины ценных изделий и искусства были переданы в Эрмитаж и Русский музей. В том же году за потайной дверью были среди других бумаг найдены письма Пушкина к Е. М. Хитрова, которые уже в 1927 году были изданы отдельной книгой с комментариями. В 1935 году дворец взят под охрану государства постановлением в ЦИК РСФСР как историко-художественный памятник союзного значения. После войны во дворце был открыт Центр творческого досуга и интеллигенции «Поздний дом учителя». В 1946-1955 годах некоторые отреставрированные залы дворца открылись для посещения. Современность дворец открыт для посещения. В экскурсионных целях открыты парадные залы, театр, гостиные и исторические комнаты. Регулярно проходят концерты классической музыки, спектакли, вокальные вечера. Организуются разнообразные культурные программы, приемы. В подвале, где произошло убийство Распутина, открыта выставка «Григорий Распутин. Страницы жизни и смерти». В феврале 2008 года было объявлено, что на здании дворца появились трещины и памятник обследует Росвизиохранкультура. Заместители руководителя управления Росвизиохранкультуры по Петербургу и Ленобласти Александр Шухоботский. Обследование завершилось 14 февраля. Появилась информация о том, что в Мавританской гостиной дворца появляются новые и открываются старые трещины. Сообщение Росвизиохранкультуры по итогам проверки.